Друзья, всем привет! С вами студия БАЗ-93. Сегодня к нам на установочку заехал интересный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150. 2019 года, праворукий, новенькая свеженькая машина, но отличительная черта, правый руль обычно на японские сборки не все переходники подходят. Также в этом случае не все подошло, не работала камера заднего вида, но мы нашли распиновочку, перепиновали, все сделали. Сейчас вам покажем, как там все устроено, какое отображение, какой функционал имеет магнитола на андроиде в данных автомобилях. Как и сказал ранее, все здесь подошло, кроме одного, кроме камеры заднего вида. Вот так вот это мы все сделали. Распиновали те разъемы, которые были под камеру, которые не подходят по данной комплектации. Вызвонили здесь у нас всю проводочку, у нас получается белый провод, это у нас масса камеры, желтый провод, это у нас центральная жила видеосигнала, соответственно центральная жила камеры, красный питание 6 вольт, ну и черный, соответственно, минус 6 вольт. В остальном все подошло. Также мы нашли бэк, вот это вот было японцами приколхоженным, то есть вот здесь мы ничего не делали, тоже такая машина пришла вот с таким приколхоживанием, с такой массой. Здесь мы вызвонили нужные нам провода, это у нас вот этот розовый, это плюс, здесь появляется плюс при переводе селектора в режим заднего хода, соответственно, вешаем это на бэк и у нас магнитола видит, что включена задняя скорость и переходит режим. В общем, сейчас все собираем и устанавливаем магнитолу и показываем вам функционал, что здесь отображается, что не отображается. В данных автомобилях идет у нас вот такой вот CAN Simple Soft, вот этот CAN запускает много чего в Тойоте. В общем, такой очень хороший CAN BUS DECODER. Не переключайтесь. Завершили установочку, полностью все адаптировали, кнопочки на руле у нас работают, видите, все у нас отображается. Также, видите, подгрузили иконочки радио, все круто, все информативно. Также у нас в данном главном устройстве работает голосовое управление. Включить музыку. Включить музыку. Видите, как это все работает. Головное устройство на восьмиядерном процессоре с памятью 6-128. Также адаптировали полностью камеру заднего вида, штатную. Конечно, изображение с штатной камеры такое себе, но в данном автомобиле колхозить ничего не хочется, так как автомобиль брутальный и строгий. Также в японской комплектации, не помню про европейскую, в японской комплектации, в правую руку у нас не отображается ни климат-контроль, не отображаются у нас, не отображаются двери. Видите, да? Ничего у нас, отображение не происходит. Про леворукую версию данного автомобиля сказать ничего не могу, потому что по памяти не помню, отображается, либо нет. Кнопки руля у нас работают по коншине. Соответственно, магнитола имеет вот такое вот интересное меню. Уже предустановлены различные приложения, такие как YouTube, Google, Play Market. Можно скачать, да установить любое приложение и радоваться в дороге, такое как телевизор. И любое, в принципе, приложение, которое есть в Google Play, вы можете установить. Нужна замена головного устройства. Всех ждем, дорогие друзья. В БАЗ-93 работаем по всей России, отправляем в любую точку страны. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.